Староскольское управление ЗАГС подводит итоги 2023. Староскольцы стали чуть реже жениться и разводиться, но и рожать стали меньше. Сократилась смертность, показатель вышел на доковидный уровень. Подробности у Анастасии Конниковой. В 2023 в Старом Осколе стали меньше рожать. За 12 месяцев на свет появились 1809 малышей. Год назад актовых записей о рождении детей было на сотню больше. Традиционно лидируют мальчишки. Их на 120 больше, чем девочек. В топе имен у девочек произошли изменения, но четыре остались прежними. Мария, София, Анна, Виктория. В этом году лидирует Варвара. Удивительно, как-то в этом году именно Варвары не было никогда у нас. У мальчиков тоже немножко изменилась пятёрка, скажем так. Но по-прежнему лидирует Артём, Матвей выбился в пятёрку лидеров, Иван, Михаил, Дмитрий. Самыми необычными именами среди девочек стали Джессика, Златослава, Анна-Мария, Мишель. Среди мальчишек – Гавриил, Клим, Мерт. Продолжая тему имён, стоит отметить, что в ЗАГСе приняли 181 заявление на перемену фамилии, имени и отчества. Это на 19 больше, чем в прошлом году. Большая часть – это те, которые не взяли фамилию мужа при регистрации брака, либо наоборот, при расторжении брака оставили фамилию мужа, а сейчас вернут, хотят свою добрачную фамилию. В этом году свои отношения узаконила 1831 пара. До 31 декабря планируют зарегистрировать ещё 20. Разводов – 1089. Это на 50 меньше, чем в 2022. В этом году весь август у нас был очень популярен. Каждая суббота августа было по 31 свадьбе. Вот прям весь август. Традиционно, конечно, любимые, красивые даты. Это в этом году было 23 сентября 2023 года. Было 29 пар. 0909, 26 пар было. Ну и традиционно на День семьи, любви и верности, 8 июля 30 пар у нас было зарегистрировано. Заявление на заключение брака можно подавать максимум за год до предполагаемой даты и за месяц минимум. На следующий 2024 год уже забронировали даты более 200 пар. Наиболее популярной стало 24 08 24. Август остаётся самым свадебным месяцем.